МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предприниматель Ливон Эрапетян родился в селе Ванг, мордоракетского района, и считает родные горы выше всех, а мордоракетцев самыми сильными и смелыми людьми. По мнению бизнесмена, армяне вместо нефти и газа одарены генетическим потенциалом, который, к сожалению, пока дремлет. Каждый армянин, живущий за пределами Родины, независимо от того, чем он занимается, обязан выплачивать генетическую дань армянскому народу. Ливон Эрапетян – удачливый бизнесмен, журналист, меценат, играет большую роль в развитии и восстановлении Нагорно-Карабахской республики, а в особенности родного села Ванг, где он основал деревообрабатывающий завод, внедрив новейшие технологии. Сделал новую современную дорогу, ведущую к монастырю Гонзасар. Также в селе строится большое водохранилище, уже отстроены новые здания школы, школа искусства, административное здание рынка, детский садик, которому могут позавидовать даже искушенные столичные жители. Сейчас Ливон Эрапетян намерен основать военное училище в Карабахе, которое будет готовить умелых и образованных офицеров для армии Арцаха и Армении. С помощью Ливона Гургеновича село Ванг стало местом, заслуживающим внимания туристов. Ведь в этом небольшом селе есть две гостиницы, форелевое хозяйство, несколько ресторанов и полная инфраструктура для комфортного отдыха. Ливон Гургенович является инициатором коллективного бракосочетания в Нагорном Карабахе, где сразу обвенчались 700 пар. Он же является крестным отцом более 250 малышей, родившихся в Карабахе. Ливон Гургенович – человек известный во всем мире своей щедростью и очень уважаем в родном Карабахе. Он исправно платит генетический налог, за что в 2010 году заслуженно получил премию Корот. Будучи человеком очень занятым, он с удовольствием уделил время нашему телеканалу. И теперь я представляю вашему вниманию эксклюзивное интервью с Ливоном Ирапетяном. Ливон Гургенович, спасибо вам большое, что согласились с нами сегодня побеседовать. Давайте начнем с такой приятной ноты. Вчера вас наградили премией Корот. Скажите, пожалуйста, что это для вас значит и какие у вас ощущения после этой награды? Ну, приятные ощущения. Хотя я человек не публичный. Ну, вот, вчерашний случай сделал меня немножко публичным. И, как мне сказали, им понравились мои слова. Короткие. Что оказалось, что родина любишь издалека больше, чем изнутри. И это имеет обоснование, значит. Это меня спросили как-то в одном интервью. Чем отличаются армянские бизнесмены, живущие в России, от армянских, живущих на родине, в Армении? Я сказал, ничем, но есть один нюанс. Спрашивают, какой? И я отвечаю, что если мы зарабатываем за границей, посылаем на родину, то, значит, армянские бизнесмены, живущие в Армении, зарабатывают в Армении и посылают за границу. И вот хотелось бы этот встречный трафик прекратить. А как вы думаете, как это можно прекратить? Или ликвидировать их как класс, или перевоспитать, что займет больше времени. То есть новый процесс раскулачивания? Не новый процесс, а патриническое воспитание. Но с новыми методами воздействия. Во-первых, происхождение, оно, мне кажется, обязательно в основном будет иметь криминальный оттенок. То есть присвоение государственной собственности, доставшейся от Армянской Советской Социалистической Республики. Или же обложить такими налогами, чтобы, раз добровольно они не делают, значит, в принудительном законодательном порядке, чтобы они вкладывали бешеные прибыли в развитие нашего народа. То есть выход из-под зверских налогов только в благотворительности? Да, но если бы все были сознательными армянами, то дело в том, что армянцы не только любовь к шашлыку, толме и таши туши. Он должен в реальных делах. Некоторые бизнесмены этим занимаются, что приятно, радостно и поддерживаются. Леван Гургенович, а почему вы в свое время решили заниматься благотворительностью? Вы знаете, я не решал. Это мое естественное состояние. Я ничего не решал для себя. С чего все началось? Вы помните какой-то первый проект? Началось с войны. Когда произошла война, даже в Советском Союзе Армения, не имеющая газа, нефти и других природных таких серьезных ресурсов, она была одной из самых благополучных республик. Только за счет мозгов армянского народа. А после разбава у нас нет нефти и газа, ничего. И не разрешают мозги включить. Но, в принципе, началась война. И надо спасать было, как говорится, чем можем, поможем. Я руководил Всесоюзным средством массовой информации. И, конечно, моей зарплаты не хватило бы на помощь. Пришлось ввести в бизнес, рентабельный, чтобы помочь. И, в принципе, если я что-то имею, это благодаря тем событиям, которые были. Но война закончилась, мы победили. А навыки к бизнесу и любовь остались. И вот по инерции, как говорится, все. То есть у вас своеобразные пути обычно идут от бизнеса к благотворительности, а у вас от благотворительности к бизнесу. Ну, наверное, так. По-разному можно это понимать. Но, в принципе, и... А вот с этой иглы благотворительности, я хочу сказать, труднее соскочить, чем с иглы алчности. Как в окружении мы это замечаем. Такой вопрос. Надо же начинать с молодежи, да, воспитывать новое поколение. Вот как в молодых армянах, живущих за границей, в диаспоре, воспитать любовь к родине и желание помогать не только себе и своей семье, но и Армении, Карабаху? Вы знаете, готового ответа на это нет. Но я вот замечаю такие процессы. Армяне, живущие за границей, как раньше мы говорили, в капиталистских странах, там Соединенные Штаты, Франция и так далее. Ливан, Иран, они считались более зажиточными, потому что капитализм. Но у них это пятое поколение. А вот в России, можно сказать, живут первое и второе поколение. То есть они более обармяне, обармянины или обармячены. То есть они более армяне, чем те поколения, которые там пятое, шестое, они потихонечку становятся американцами в большей степени, французами в большей степени. И немножко что-то армянское остается. Вот это армянское надо сохранить. А вот как сохранить? Это значит, надо все-таки, чтобы, например, Армавия не брала 2000 за билет. А вот из Лондона в Париж билет стоил 37 долларов. Конечно, он был убыточный, но государство датирует. И когда, например, Армянин прилетит, тете Айка нуждаст 2000 долларов, последние свои деньги. Он еще позвонит друзьям в России, чтобы прислали 10 тысяч, чтобы помочь дяде Градчику, Фугургену и еще кому-то. Значит, и государство в целом от этого выиграет. Потому что в данный момент источником, мощным источником развития являются трансферты от нашей диаспоры. И в большей степени от российских армян. Потому что это первое и второе поколение. И одновременно с этим процессом идет процесс патриотического воспитания. Но надо начинать с чего? С патриотического, именно с культурного воспитания, с политического, с чего? Ну, как говорится, знаете, как логика рекламы. Собирать что-то вкусное, а потом человека втягивать. Ну, кроме того, что нам легче будет, потому что в семье, если армянская семья, есть фундамент, от чего отталкиваться. Уже родители, как говорится, вместе с молоком передают любовь к своей родине. А дальше все зависит от самой Армении. Потому что если в Армении притекают положительные процессы, то народ пробивает. Если отрицательные, то убывает. И вместе с тем убывает патриотизм. Вот как над этой целостной такой стратегической программой работать? Потому что сила Армении в ее диаспоре. В принципе, да. Потому что у нас же не зря бытует в России такая шутка, что Армения – это центральный офис. Да, такая шутка я помню. Об этом говорил Путин. И сказал, например, предыдущему президенту, что я в принципе этот президент армян. У меня армян в России живут больше, чем в Армении. Так кто из нас президент армян? Видимо, говорит, я. И в принципе в этом есть правда. Притом армяне генетически настолько способны народ, что они могут себя реализовать. А вот в Армении не все могут реализовать. Из-за маленькой территории, из-за маленьких возможностей, из-за недоразвитой промышленности, из-за отсутствия нефти и газа и других таких моментов. А в России, например, как я всегда говорил, нет простого армянина. То есть нет подметальщика в улицах или подсобных рабочих. Или он лучший строитель, или он пошел, я говорю, работать официантом в ресторанах, через некоторое время становится хозяином, даже не директором ресторана. Вот такой способный народ. Если он пошел в физику, то он становится академиком. Если пошел в журналистику, то лучший, как говорится. Если пошел в продюсер, например, в Деждещан, в центру партнерши, он лучший продюсер, в России считается. И есть чем гордиться, но это благодаря генетике. И вот я всегда говорю и повторяю, что не установлено. А за генетику надо платить. Потому что это не его собственное изобретение, это передано по наследству от своих, как говорится, предков. Поэтому, говорю, надо ввести генетический налог на каждого армянина. А на успешного ввести вдвойне. Леон Гургинович, вернемся к такой теме. Вы сказали, что на тех состоятельных армян, которые здесь, в Армении, нужно ввести налог, чтобы не отправлялись за рубеж. А что делать с теми, кто живет в диаспоре, но по каким-либо причинам, не как кроме, только своим родственникам? Я, например, ваше телевидение. Оно должно разбудить эти чувства. И вот типа такого надо издавать газеты, подключить более активно церковь и так далее, и так далее. И заражать примерами. А в Армении, значит, надо целостную программу. Экономическую, правительственную, государственную. Дело в том, что я считаю, что стыдно быть бедным человеком, но еще стыднее быть богатым среди бедных. Ну а как, опять же, если пойдет такая политика, есть же вариант, что либо они уведут все свои капиталы в другую страну, либо просто уедут. Нет ли такой вот... Есть. Я понимаю, справедливый вопрос, но есть международные правовые методы воздействия. Надо издать закон, что из Армении капиталы не должны уходить. И государство должно предоставить вот этим накоплением, так называемых этих олигархов, я не боюсь этого слова, армянским. Карликовым, я бы сказал. Но для Армении это достаточно серьезная компания. Предоставить вопрос реализации их энергии, возможностей, все. Но при этом я забыл такую тенденцию, заметно, в Армении. В основном олигархиками или олигархами становятся люди достаточно недообразованные. И это вот самая неприятная тенденция. Почему-то успешными бизнесменами становятся люди, которых или не имеют вообще образования, или недообразованы, или плохо учились в институтах, университетах и так далее. Я слышала теорию, что у них времени просто на это не было. Они занимались по шивам обуви или чисткой обуви на улице. Но приобрели навыки и бизнесы. Может быть. Это переходный период такой болезненный, он должен пройти. Вот уже их дети, конечно, будут более образованы, менее охваткими, но они будут с капиталами, которые им в наследство оставят их недообразованные родители. Такой еще вопрос. Все же, как привлечь капитала в Армению? Не к тетушке Гранош, да? Дом построить ей, воду провести, а именно инвестиции в промышленность, в сельское хозяйство. Я вообще считаю, что у нас промышленность, она по советским меркам была выдающаяся. Это очень промышленная была республика. Но мы сейчас не можем догнать там даже тайваньское производство, южнокорейское, не говоря уже о японском. Поэтому, я говорю, стратегический путь развития Армении – это туризм и сельское хозяйство. А туризм, притом, нам особых усилий по привлечению туристических не надо. У нас есть диаспора. Надо вызвать просто чувство ностальгии, как вот вы вчера провели, корот. И это достаточно будет. И понизит цены на самолеты армянские. Потому что, когда мне передали, что такие цены, я просто был потрясен. Это легче изолтать в Америку, чем в Армении, из Москвы. Многие женащие просто не могут приехать, и те же деньги тратят в Турции. Он оставит все деньги здесь, потому что в Армении такое свойство – любить своих родственников. И эти деньги в целом поступают в последующем в бюджет республики, который может решать свой вопрос. Такой вопрос. Уйдем немножечко от темы экономики. К такому приятному перейдем. 700 пар свадьбы. Как пришла эта мысль поженить одновременно столько людей? Ну, естественно, что-то толкает тебя на какое-то дело. А здесь я сидел в гостинице на третьем этаже, в ущельях, на горном Карабахе, и слышу разговор двух мужчин. И один мужчина более с молодым голосом говорит другому, что «папа, я хочу жениться». Ну, а в таком возрасте гормональном, знаете, всегда хочется любить. А папа говорит, что «ну подожди, сынок, вот ты с армии пришел, говорит, вот сейчас у нас две коровы, одна пожилая, другая телка еще. Вот она вырос и станет коровой, мы старую зарежем, мясо продадим, и сыграем тебе свадьбу». Интересная схема. А в связи с тем, что армяне достаточно малочисленная нация, очень качественная, но малочисленная. Значит, оказывается, нужно было просто экономически помочь. Я решил организовать для демографического взрыва. Шоу, конечно, 700 пар было красивым, но это не самоцелью было. Самоцелью было демографическое взрыво. И все. И вот каждый, кто родил одного ребенка, получил по 2000 долларов помощи. Не только от меня, но и от моих друзей, партнеров, таких русских, армянских олигархов. И в дальнейшем, значит, за первого ребенка 2000, за второго 3, за третьего 5, за четвертого 10, за пятого 20, за шестого 50, за седьмого 100 тысяч. И в целом программа, если все родят по максимуму, то будет 130 миллионов долларов. Но зато по геометрической прогрессии возрастет численность необыкновенной армянской нации. То есть вы решили курировать эти семьи до самого... Да, то есть мы становимся крестными отцами. Значит, ну, например, у меня 250. Крестников. Да. Свадебных пар или детишек? Нет, свадебных пар или детишек. Детишек. Значит, у Рубена Вартаняна 250 детишек. У Хачатурова, президента Роскостраха, нашего олигарха, 50. У Сергея Саркисова, тоже армянского олигарха, тоже 50. У Гайка Захаряна 20. Президент Юния Аструбанка в Москве. И Юния Банка в Армении. И так далее. Там по 5, по 10. И они не только должны выплатить суммы, они должны шерствовать этой семьей. До конца своей жизни. То есть, если у тебя трое детей своих, и еще 20 крестников, то получается за семья 23 ребенка. И это, я говорю, тем более, наши нации, и русская, и армянская, всегда стремились, чтобы семья была большая. Но почему-то странно. Наши соседи размножаются с необыкновенной быстротой. А количество населения – это самое серьезное и опасное оружие для соседей. Потому что они требуют пространства. И даже в природе это требуется. Если волков больше, они помечают в своих их. Поэтому это очень серьезный вопрос. Мы просто спровоцировали этот процесс и надеемся на какой-то успех. И в других районах Армении. Потому что каждый район Армении дал выдающихся бизнесменов. У которых достаточно денег, чтобы это дело прошествовать. Без государства. Без государства. Леван Гургенович, такой вопрос. А вы всех 250 детишек видели? Нет, не видели. Мне прислали альбом с фотографиями. И у меня родилась одна тройня и три двойни. И вот я сидел и думал. Я же за первого ребенка обещал 2000 долларов. Значит, за тройню как платить? Один ребенок родился, через 5 минут другой. Через 5 минут, получается, первая, вторая, третья. И я решил выбрать по той математике. За первого две, через 5 минут три, через этот пять. Итого получилось всего-навсего 10 тысяч. Но у меня есть возможность заплатить. И я получаю удовольствие от того, что я плачу. Это главное. Это главное, получать именно удовольствие от этого. И в конечном счете получается, что это все больше нужно мне. Даже чем нации. Я уже на эту иглу сел. И с нее не могу соскочить. Зато 700 пар. Мне кажется, для них это большим счастьем было. Я надеюсь. Я думаю, что финансовая ситуация в стране не лучшая. Это хорошие деньги, не говоря уже о других всяких услугах, нематериального характера. И я думаю, что мы должны на Горном Карабахе в ближайшие годы сделать население 500 тысяч человек. А 500 тысяч армян, живущих в Карабахе, главное сохранить мир. Это мы можем противостоять нациям, у которых 100 миллионов. То есть почти в три раза увеличить население. Да, в три раза. Такая задача. И это в течение 10 лет. Я думаю, она выполнима. А планируете еще такие крупномасштабные мероприятия? В 17 или 18 октября мы планируем крестины родившихся детей. То есть, где вот кто недополучил, получит свои деньги и будет большое шоу. Это вообще нужно, я так понял, для вдохновения. Армяне очень любят, когда вдохновляются. Их можно привыкнуть на хорошие дела. Живущие вне Армении. Особенно. Потому что они всегда в состоянии корота. Даже живя в очень хороших условиях, радуются всему армянскому. Я же говорил, я помню, когда фильмы шли, русский фильм или советский. И там написано, ассистент режиссера Акопян. И все хлопали в зале. И это никто их не заставлял хлопать. Это было веление сердца. Это очень хорошая черта. Это меня тоже вдохновляло всегда. Иван Гургенович, я надеюсь, что ваши дела станут именно вдохновением не только для очень богатых людей. Для не очень богатых людей. Для каждого человека, который может что-то сделать. Вы правильно говорите. Значит, это меня и, в принципе, заставляет иногда давать интервью. Это для заражения вот этим бациллой патриотизма. Вы знаете, во время войны, например, нужно было и патроны, или там боеприпасы, или как-то помощь Армении. Вот миллиардер давал, например, миллион долларов. Это был один процент от его состояния. А другой армянин имел тысячи рублей и давал 500 долларов. Он давал 50 процентов. Кто из них совершил подвиг? С точки зрения процентов совершил подвиг, кто дал 500 рублей. То есть, больше подвиг. Хотя суммы несоизменимы. Ну да. Если один процент, то... Я всегда так подходил, и мое отношение к людям определялось этим. Насколько он любит Родину. Неважно, сколько он имеет. А важно его отношения. Пропорциональное своему состоянию. Как вы думаете, что важнее, помогает людям, или восстанавливать, или строить новое? Что важнее? Вы знаете, все методы хороши. Можно напрямую помогать людям. А можно косвенно, опосредованно. Помогать государству. И это отражается на благосостоянии людей. А можно просто, например, дяде Вагаршаку, его семье помогать. Тоже все методы. А в сумме получается многосторонняя реальная помощь. Потому что мы в ней нуждаемся. Мы сперва нуждались всегда в исторической справедливости. Но когда стали самостоятельными, если мы хотим добиться исторической справедливости, мы должны сделать Армению могущественным государством. Есть примеры в истории, которые тоже не газа, не нефти. И как бы они относительные наши оппоненты из-за дружбы с Турцией. Но все хорошее надо у наших оппонентов и у врагов брать на вооружение. Поэтому бесплатно. Денег за идеи они взять не могут. Денег за идеи они взять не могут. Они могут только у нас гору Аррат отобрать и говорить, что это турецкая гора. Что всех армян возмущается. Она значит движение за возвращение горы Аррат. Я думаю, каждый армянин вложит свою лепту в это движение. Ну, вы знаете, наверное, политика армян везде в логотипах, везде использовать образ горы Аррат. Аррат привело это к тому, что очень маленькое количество людей, к моему удивлению, знает, что гора Аррат не в Армении сейчас географически, а в Турции. Да, она ассоциируется только с Арменией. Просто это тоже глупость, когда-то была сделана, в начале века прошлого. И сейчас мы будем сто лет расхлебываться. Вторая глупость, которая сделана сейчас, когда Карабах выведен из состояния субъекта переговоров. То есть Азербайджан воевал, напал на Карабах. И Карабах не является субъектом переговоров, победив Азербайджан. Поэтому Армению называют, что Армения оккупировала азербайджанские земли. А Армения вообще не должна участвовать в этих переговорах. Она должна содействовать, но не участвовать, как субъект переговоров. Пусть разговаривает с Карабахом. И пока наши доморощенные политики, вчерашние деревенские ребята, не могут это понять, у нас будет проблема тоже, как с Араратом. Знаете, еще 100-150 лет. Рано или поздно Арарат будет армянский. Но мы пройдем через такое горнило испытаний и проблем. Спасибо вам, Леван Гургенович, за очень приятную беседу. Еще раз повторю, что надеюсь, что это интервью даст какой-то толчок к тому, чтобы каждый человек заглянул себе в сердце, заглянул себе в душу, в корни, и понял, чем он может помочь своей Родине. Спасибо большое.